Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Философское мнение» и ее ведущий я, Дмитрий Круглых. И сегодня у нас в гостях Бычков Павел, студент Историко-филологического факультета РГГУ, и ты занимаешься БОСХом, его проблемами, проблемами его биографии и так далее. Вот насколько, когда ты вообще столкнулся с его такой фигурой, с его личностью, а какие проблемы, скажем так, при восстановлении его биографии, с какими проблемами столкнулся ты? Проблема биографии БОСХа – то, что биографии как таково не существует. Когда я начал заниматься его творчеством, попытавшись как-то объяснить картины, которые он рисовал, потому что вторая загадка – это содержание его полотен, то я столкнулся с тем, что нам практически ничего не известно о БОСХе. Нам известно всего три факта. Это дата его смерти, это имя его жены, и это место, точнее, на котором стоял его дом, в котором он прожил большую часть жизни, который по всей видимости являлся его мастерской. И основная проблема здесь как раз-таки в том, что отсутствуют какие-либо сведения. То есть эта фигура такая же загадочная, как Уильям Шекспир, от которого ничего не осталось ни дневников, ни писем, ни воспоминаний, ни биографии. Поэтому всё, что у нас есть, это несколько записей в архивах, касающихся какой-то хозяйственной стороны жизни БОСХа. Таким образом, здесь есть две проблемы. Это проблема творчества, то есть множество загадок осталось в его картинах, которые до сих пор исследователи искустоеда, историки искусства не могут разгадать. И вторая – это загадка самой биографии БОСХа, то есть не зная его биографии, мы не можем приблизиться к пониманию его картин. Давай тогда начнём с последнего, то есть с его как раз биографии, и потом, соответственно, перейдём к картинам. Вот если мы говорим о его биографии, то, я так понимаю, ты как раз пытался восстановить то, что можно было восстановить. Вот что ты восстановил, и на основании каких документов ты это сделал? Ну, говорить о том, что я что-то восстановил, это было бы несколько небольшим привлечением, потому что не я первый. Моя стратегия была в том, чтобы рассмотреть не просто отдельную биографию БОСХ, которой, по сути, и нет у нас, и не отдельно как-то его творчество, а рассмотреть его жизнь вместе с контекстом его эпохи, того города, в котором он жил, что, мне кажется, играет очень большую роль в его биографии, и с контекстом истории его семьи, окружения возможного и так далее. И попытаться в связи с этим как-то подойти ближе к тайнам, к разгадке вот этих тайн его картин. Здесь как бы есть целое направление в исторической науке, историческая антропология, которая разбивается на множество подразделений. Например, есть история повседневности, я думаю, многие сталкивались с книжками по истории повседневности той или иной эпохи. Есть микроистория, это направление, которое рассматривает какие-то отдельные казусы, случаи в истории человечества. Вот, например, я работал большей частью в направлении микроистории. Есть такой историк, Карло Гинсбург, итальянский, он написал книжку «Сыра черви. Космология одного итальянского мельника», где он рассматривает биографию одного мельника, который попал в лапы инквизиции, и которая исповедовала свое собственное какое-то мировоззрение, не похожее ни на ислам, ни на иудаизм, ни на христианство, и распутывая глубоких влияний, которые возможны, он рассматривает со всех сторон ту эпоху, в которой жил этот самый мельник. Вот нечто подобное решил предпринять и я. Даже в случае с Босхом я не был первым. Есть два голландских исследователя, Йос Кольдеви и Лукас Ван Дейк, которые в начале 2000-х годов попытались тоже рассмотреть биографию Босха вкупе с историей его города. И нужно здесь, наверное, сказать, почему для меня кажется таким важным именно город, в котором он жил. Дело в том, что время жизни Босха – это вторая половина XV – начала XVI века. По большому счету это еще позднее Средневековье, когда люди жили отдельными обособленными общинами. Если люди жили в деревне, то это была деревенская община, члены которой были тесно между собой связаны и практически за всю жизнь не покидали пределы этой деревни. Если это был город, то это была, соответственно, городская община мегаполисов. Никаких не существовало, не существовало связанной инфраструктуры. И если люди как бы отрывались от этой общины и становились там торговцами, купцами, паломниками, путешественниками, то они как бы кочевали всю жизнь и были вне этого общества, вне этой общины. Поэтому никаких оснований серьезных для того, чтобы говорить о том, что Босх покидал пределы родного города, у нас нет. Кроме этого, если, например, посмотреть на название того города, в котором родился Босх, Хертоген Босх, можно заметить некое созвучие «Босх, Хертоген Босх». Все дело в том, что Босх – это не фамилия этого художника. Его имя Иероним или по-голландски Иерун Ванакен – это его настоящая фамилия. Он взял себе псевдоним «Босх», как происходящий из вот этого города Босха. Это было распространенной практикой в средние века. Ну и это как бы тоже символично. Я думаю, что это неспроста. Имея настоящую фамилию, в то время, в принципе, художники могли брать. И свои настоящие фамилии вспомнят того же младшего современника Альбрехта Дюрера. Но между тем Босх хотел настоять на том, что он именно оттуда. И он сам подписывал свои картины этим именем. Тогда, если мы говорим о Хертагенбосе, то какая повседневная жизнь того времени? Потому что я так понимаю, что если не получается, допустим, восстановить жизнь какого-то деятеля, то, естественно, можно посмотреть на ту атмосферу, в которой он обитал. Потому что атмосфера больше и лучше восстанавливается, потому что документов больше. И, условно говоря, экономическая среда, с которой он взаимодействовал, она тоже сохранилась. Как ты сказал, что сохранились документы какие-то. Во-первых, что это за документы, которые сохранились именно от него? А во-вторых, что вообще это тогда была за экономическая, политическая и социальная среда, в которой он вырос, раз ее легче восстановить и предположить, как она повлияла на его биографию? Ну, документы – это довольно скучная тема, до них мы еще дойдем. Но нужно заметить, что интересен сам город, действительно, как община и как некое пространство, в котором всю жизнь прожил и творил Босх. Дело в том, что уникальны даже его топографические особенности. Он был основан при слиянии двух рек – Домил и А. И эти реки впадают в реку Маас. Река Маас связывала многие государства. Начиная с Франции, она начиналась в Альзасе, в Фландрию, протекала через город Льеш и впадала в море, в устье ее стоял город Роттердам. И таким образом, Хертоген Бос оказывался на пересечении сухопутных и речных торговых путей, что дало мощный толчок его экономическому развитию, сделало таким важным торговым центром. Кроме этого, он был важным стратегическим центром до рождения Босха, когда Хертоген Бос принадлежал герцогству Брабант, и герцоги укрепляли его как некий такой северный форпост своего герцогства. И поэтому, ко времени жизни Хертоген Боса, он стал чем-то вроде, с одной стороны, неприступной крепости, с другой стороны, такого важного торгового центра, где постоянно устроились ярмарки. И его по всему периметру окружала вода. С одной стороны одна река, другая, и был прорыт с юга ров. Поэтому, когда весной, например, разливались реки, то он оказывался как на таком острове, и его практически невозможно было взять штурмом. Собственно говоря, но реки разливались, и поэтому горожане решили как-то бороться с этими постоянными наводнениями, когда рядом болото и реки, то жить несколько неудобно. Поэтому была прорыта целая система каналов внутри города, она называлась Бенен Дизе, с голландского это внутренние реки. И в этом он чем-то похож на Венецию. Он возник еще до того, как появился Амстердам, который известен своими каналами в Голландии. Только здесь каналы находились не перед домами, как в Венеции, они выполняли так вспомогательную роль. То есть были и улицы, были и каналы, по которым основали суда. Это все способствовало, естественно, ремеслу, торговле, подвозились товары, разгружались. И с другой стороны, это создавало некую свою такую топографическую особенность. Кроме этого, в городе было запрещено строить после 1365 года, чтобы все дома находились за вот этими мощными укрепленными стенами. Поэтому жители начинали настраивать арки над каналами, строить там кладовые, мастерские. И в результате многие каналы оказались как бы подземными тоннелями. Если говорить вообще о многообразии этого города, то он был не только военным, таким торговым, ремесленным центром, он же был и религиозным, и культурным очагом для этого региона. Потому что, когда в городе просветает торговля, он богатеет, то, соответственно, появляются у людей деньги, и эти деньги, они зачастую вкладывают в благотворительность. В Средние века это еще религиозная эпоха с давлением католической церкви, и поэтому, по всей видимости, все эти деньги вкладывались в основание монастырей, церквей. И вот ко времени жизни Босха в Хептогенбосе было около 18 монастырей, около 500 церквей, и огромное количество населения были клириками, монахами, священниками. Где-то один из 23 жителей Хептогенбоса так или иначе принадлежал к клиру. В это же время, во время жизни Босха, начинается строительство такого масштабного проекта, который возводился более 200 лет. Это кафедральный собор города Синтьян, собор Святого Иоанна. В принципе, и сейчас он поражает воображение. Он одна из самых крупных церквей пламенеющей готики на территории Нидерландов. Где-то 115 метров в длину и более 75 в высоту. Естественно, это было таким манифестом благосостояния, достатка города. И первое место, куда направлялся любой проезжающий через город, это, естественно, кафедральный собор. Босх был вовлечен в этот масштабный проект, и он выполнял, скорее всего, заказы для этого собора. У нас сохранились, в принципе, об этом документы. Здесь нужно сказать еще о том, что этот собор был центром паломничества. Потому что где-то за 70 лет до рождения Босха, в 1325 году, когда только он начинал строиться, на стройплощадке, можно так сказать, под мастерьями была найдена старинная скульптура Девы Марии. Сначала, по легенде, подмастерья хотела разрубить ее на полене, но затем ее спасли и оставили в соборе. И после этого она начала являть чудеса. Люди стали приходить туда и исцеляться. После этого появилась книга чудес, в которой записывались все чудесные исцеления, которые происходили около этой статуи. И возникло братство Богоматери. Оно существовало немного и раньше, но оно было просто одним из 25 других религиозных братств, существовавших в городе. А с этого времени начинается его такой активный расцвет. По документам мы знаем, что Босх был членом этого братства. Это было что-то вроде цехов и гильдий, только религиозные братства занимались различной благотворительностью, помогали нищим, основывали школы и так далее. К периоду жизни Босха это братство уже стало что-то чем-то вроде элитарного такого закрытого клуба, вроде английских клубов 19 века. Куда вступали богатейшие бюргеры, купцы, рыцари, художники, композиторы, вся городская элита. Так, ну и смотри, здесь, естественно, встает такой вопрос, что Босх, скорее всего, получил хорошее образование. Вот давай начнём даже чуть-чуть, может быть, пораньше, с такого макро на более микро уровень переместимся. Это его семья, да, то есть городская среда, понятно. Вообще, вот начнём мы с семьи. Что известно по поводу его семьи и вообще вот его родословной? Ну, я уже говорил, что его фамилия Ван Акин. Ван Акин по-немецки это из города Ахина. Считается, что у предки его дед Ян Ван Акин прибыл как раз-таки из города Ахина в Хиртоген Бос и основался там со своей семьёй. И дед Босха, Ян, и отец Антони все были художниками, так что это передавалось по наследству. Собственно говоря, мы знаем о том, что его отец был тоже состоятельным горожанином, как и раним Босх. Что в 1462 году он купил в самом центре города на рыночной площади дом трёхэтажный с подвалом, с садом. То есть это говорит о его достатке. Ещё мы знаем о том, что когда Босх ещё жил в доме своего отца, в 1463 году в Хиртоген Босе разрушался пожар. Вгорел несколько тысяч домов, погибло порядка 400 человек. И пожар подобрался даже к самому дому Босха. Можно сказать, что некие отсылки к этому пожару можно увидеть в картинах Босха. Вот, например, на левой створке сад земных ослаждений, в аду горят дома, можно видеть дымятся здания и так далее. Кроме того, я вот не знаю, упоминал или нет, тот дом, в котором жил Босх, он назывался Инситтоэнис у святого Антония. Антоний – это имя и его отца. Одна из самых известных картин Босха – это «Искушение святого Антония». К этому делал аллюзии Сальвадор Дали в своих произведениях и другие сюрреалисты. Поэтому какие-то разгадки картин Босха можно найти и в его биографии, и в истории города во время его жизни. Я уже упоминал о братстве Богоматери. Босх вступает в это братство тоже в 80-х годах XV века. По всей видимости, это свидетельствует о его высоком социальном статусе, о его хорошем экономическом положении, возможно, даже о его признании как художника. Кроме того, я говорил о том, что братство Богоматери – это некий такой элитарный клуб, где тусовались рыцари, князья, дворяне. Возможно, благодаря вот этому вхождению в это братство Богоматери Босх смог прорваться, скажем так, к сильным миром всего. Потому что у нас есть документы о том, что наследник Испанского престола Габсборг Филипп Красивый заказывает у Босха страшный суд. Тот ли это самый страшный суд, который сохранился или нет, мы не знаем. Но так или иначе, можно предполагать, что он вращался и даже в таких высоких кругах. Говоря еще о каких-то ключах к разгадке картин Босха, я могу похвастаться тем, что я нашел какие-то, может быть, тоже свои гипотезы, свои столкования тех или иных произведений Босха. Дело в том, что мы не знаем ни об одном названии произведения Босха. Все названия, которые даны, даны исследователями уже 19-20 века. Например, «Сада земных наслаждений» и так далее. Иногда мы можем сказать, что вот это тот библейский сюжет или евангельский сюжет. Но, с другой стороны, есть загадочные произведения вроде «Сада земных наслаждений» или «Воза сена», например, для которых у нас нет практически ключей. С одной стороны, ключом к пониманию Босха является сам формат произведения. Например, вот у нас в православной традиции это не принято, но на Западе существует такая форма религиозной живописи, как триптих. То есть у нас есть внешние створки, на которых написан какой-то один сюжет. Эти створки раскрываются, и у нас есть основная часть, на которой обычно изображается то, чему посвящена, собственно говоря, эта картина, и какие-то дополнительные левая и правая створка. Большая часть произведения Босха – это как раз-таки триптихи. И это говорит, например, о том, что вот этот триптих соземных наслаждений, на котором огромное количество изображенной обнаженной натуры, каких-то чудовищ, монстров, каких-то странных существ, огромных птиц, единорогов и так далее, что это, скорее всего, алтарный образ, то есть картина, которая висела в алтаре храма, возможно, как раз-таки в алтаре соборства Това Анна. Соответственно, какое-то содержание еретическое, допустим, или какое-то вольное содержание, эротическое, или еще так далее, скорее всего, эта картина не вкладывается. Трудно представить себе в храме в алтаре висящую какую-то крамольную картину. Поэтому нужно на этом останавливаться. Есть много исследователей, которые говорят, что Босх изображал какие-то еретические собственные доктрины, таким образом, метафорические, или что он зашифровал какие-то алхимические формулы. Скорее всего, это не могло быть именно так. Скорее всего, Босх был именно религиозным человеком, католиком правоверным, о чем, в принципе, говорит, например, его участие в братстве Богоматери. Другой источник – это особенности какие-то городские, как я уже говорил. То есть, есть, например, картина, называющаяся «Корабль дураков». Называется она так в честь произведения Себастьяна Бранта. Есть знаменитое произведение, поэтическое поэма «Корабль дураков». Но дело в том, что картина исследователями датируется 1491 годом. А поэма Бранта издана в Швейцарии, к тому же, на немецком, мы не знаем, знал ли Ботх немецкий, четырьмя годами позже. То бишь, мог ли он ее прочитать или не мог, это большой, скажем так, даже огромный вопрос. С другой стороны, у нас есть, например, свидетельство о том, что в Хептогенбосе существовала такая традиция. Перед Великим постом устраивалось что-то вроде масленицы, карнавал, традиционный городской карнавал, когда жители старались оторваться по полной перед Великим постом, когда нужно было погрузиться в скорбь и ограничивать себя во всем – в еде, выпивке, в чем только можно. И во время этого карнавала граждане надевали какие-то костюмы, маски и тащили по улицам города огромную телегу, которая была сделана в виде корабля, на котором, собственно говоря, восседали какие-то ряженые шуты, изображавшие королей, герцогов, сильных мира всего, монахов, священников и так далее. Что-то подобное мы можем видеть и на картине Боска. Плывет корабль, на борту его монахи, которые играют на лютни, монахини, которые выпивают, тут уже покупаются голые люди, шут указывает им, куда им нужно плыть и так далее. Что-то такое карнавальное. И тогда, естественно, ты уже про семью поговорил и про картины сказал. Естественно, такой вопрос, что да, Боск, он талантлив, это видно по его работам. Очень много, скажем так. Но, вот ты тоже рассказал про немецкий вопрос. Какое у него, есть ли какие-то документы, подтверждающие его образование? Либо, то есть, проходил ли он, вот, известны ли факты о том, что проходил он, например, обучение в какой-то школе живописи у себя в родном городе? Была ли там своя, например, школа живописи? Либо ему для этого куда-то пришлось ехать? И также, да, если он общался и был вот в этом элитарном кружке, то такой вопрос, вряд ли он там мог бы находиться с плохим образованием. И если у него была семья, да, достаточно обеспеченная, скорее всего, она могла ему позволить. Вот в этом, в плане, Хертагенбосс, он позволял внутри вот самой вот этой вот городской среды сделать какое-то, построить какое-то хорошее образование, либо для этого куда-то приходилось ехать и так далее? Ну, школа живописи, это, конечно, сильно сказано, никаких школ живописи, естественно, не существовало. Существовали цеха, гильдии, и художники были точно такими же ремесленниками, как и все остальные, как кузнецы, ткачи и так далее. Поэтому, скажем так, знания какое-то, какой-то навык, умения передавались из поколения в поколение. То, что дед и отец Босха были художниками, это только подтверждает. То есть, и даже братья Босха, собственно говоря, тоже были художниками, просто менее известными, чем он. Касаемо вообще образования, то есть предположение, что Босх мог действительно изучать латынь, возможно, какие-то другие языки, литературу. В латинской школе, в Хертогенбойс, существовала такая бесплатная школа, которая предоставляла возможность обучаться. Эта школа была связана с таким движением, которое в то время тоже очень серьезную роль играло в городе, как братья общей жизни. Дело в том, что перед реформацией существовало множество каких-то братств, религиозных организаций, которые призывали к реформации, призывали к обновлению церкви. Братство общей жизни было одним из таких. Они критиковали священство за распутную жизнь, за накопление богатств. Нужно вспомнить, что это время, конец жизни Босха приходится, например, на время правления Александра VI Боджа, печально известного папы. И в то же время происходит и продажа индульгенций, и многое из-за чего, собственно говоря, сбунтовался Мартин Лютер. Собственно говоря, выступление Мартина Лютера происходит год после смерти Босха, в 1517 году. Поэтому мое предположение состоит в том, что Босха, скорее всего, получил образование. Например, мы можем видеть множество надписей на латыни, на его картинах, на внешних створках, на каких-то набросках, эскизах. То есть, скорее всего, латыни он знал. Кроме этого, скорее всего, он знал голландский. Возможно, он читал какую-то мистическую литературу, которая вдохновляла его на создание таких вот произведений. Например, тогда бытовало такое описание «Потешествия по Аду», «Рыцаря Тундала». Или были популярны вот в движении этого «Братьев общей жизни» сочинения Яна Рейсбрука, еще одного крупного голландского мистика. И, скорее всего, он знал хорошо священное писание. Даже если предположить, состоит такое дикое предположение, что он не умел читать, допустим, то, скорее всего, каждый день в церкви он слушал проповеди и истолкования на священное писание. Касательно его образования как художника, кроме того, что он получил некие умения, некие навыки от своих родителей, возможно, есть предположение, что он обучался у какого-то миниатюриста. Потому что, если заметить, то у него особая техника, где на огромных полотнах видно множество самых мельчайших таких деталей. И это свойственно как раз-таки тем, кто занимался книжной миниатюрой. Тогда книгопечатание активно развивалось, но все-таки еще сохранялось некое соперничество между традиционным рукописными книгами и не чем-то новаторским в виде книгоиздания, типографии и так далее. Постепенно начинает складываться образ Боска, его какой-то жизни. А вот еще такой вопрос. Если он стал известным, во-первых, за счет чего он стал известным настолько, если ты говоришь, что у него еще были братья. Допустим, что, во-первых, о братьях известно, почему они остались, скажем так, менее заметными, потому что мы знаем, что история картины живописи иногда еще и, скажем так, тиражируется именно благодаря масс-медиапространству и так далее. Происходить какие-то исследования по тому или иному вопросу. И вот у меня здесь такой вопрос. Во-первых, что мы знаем о его братьях, и возможно ли восстанавливать... То есть, да, если мы при этом не знаем по биографии, допустим, Боска самого, то возможно ли его биографию восстановить, если нам что-то известно о его братьях? Ну, нужно сказать, что не только его братья не стали известными, он стал известным. Более того, его старшему брату остался по наследству дом, его отца с его мастерской, и как бы, так скажем, семейный бизнес. И Боску поэтому пришлось жениться и уехать, потому что ему нужно было где-то существовать, где-то жить. О братьях, на самом деле, мы знаем, может быть, еще меньше, чем о Боске, потому что нужно понимать, что средневековая культура – это культура анонимности, когда очень редко люди даже подписывали какие-то свои произведения, чаще всего это... Обычно, особенно в изобразительном искусстве, визуальном, это просто произведение искусства, которое человек творил для Бога, для святых, и как бы не считал даже нужным оставлять какие-то свои инициалы. Поэтому, например, мы очень много... Именно художников 14-15 века в Голландии называется просто мастер оттуда-то, мастер из Антверпена, мастер из Лейдена и так далее. И мы не знаем, кто эти люди, мы не знаем ничего об их биографии. Поэтому неудивительно, что мы не знаем, какие произведения именно сделали братья, старшие и, соответственно, младшие Босха, и мы не знаем особо его биографию. А почему он стал известным? Вот еще другой вопрос. С одной стороны, наверное, из-за мастерства, из-за высокохудожественных, скажем так, заслуг каких-то, с другой, еще можно сказать, что Босх стал известен благодаря своей безудерной фантазии. То есть, если мы откроем, например, какие-то отзывы намного позже, там, конца 16 века, о Босхе, то мы всегда увидим, что Босх предпознается как мастер, который умел очень хорошо изображать демонов, каких-то монстров, чудовищ, рисовать ад, и именно за это он и известен. Католическая религиозность, она, скажем так, в этот период была достаточно иступленной, то есть, было множество движений, как таких апокалиптических, когда люди начинали каяться в своих грехах, ждали страшного суда. С другой стороны, очень любили гиперболизировать все, гиперболизировать страдания, например, образы Христа, которые распят, или гиперболизировать какие-то мучения грешников, вроде тех же картин, посвященных страшному суду, или просто аду. Поэтому это, скажем так, пользовалось большой популярностью. Это даже могло где-то переходить на гравюры, которые отпечатывались уже в 15 веке и распространялись среди простого народа, тех, кто не мог позволить себе содержать какие-то образы настоящих художников. Кроме того, вот, например, большим поклонником творчества Босха был король Филипп II, испанский, известный своей жестокостью, который как раз-таки уже спустя 50-60 лет после смерти Босха направил в Голландию войска и инквизицию с целью подавить и искоренить протестантизм в Голландии. Вот мы знаем, что он, например, имел несколько картин Босха и садим заслаждений и висел чуть ли не в его спальне. То есть он был настолько большим поклонником этого художника, возможно, как раз-таки из-за каких-то размышлений и рефлексий Босха на тему ада, страшного суда, мучений, посмертного существования. Так, и тогда такой еще вопрос. Давайте ударимся в мистицизм. Тайный смысл картин Босха. Какие, например, есть актуальные истории, которые ты хотел бы, наверное, развеять? И какие там вообще существуют проблемы именно в его каких-то композициях? Потому что, естественно, что и у Дюрера там в том числе находят символы и так далее, их начинают интерпретировать и так далее. Ты сам упомянул, что его Босха причисляют к алхимикам и так далее и тому подобное. В связи с чем это связано и какие работы для тебя вот в этом плане они наиболее значимы? Ну, я уже говорил, что у нас нет, во-первых, никаких ключей к даже какой-то интерпретации, потому что не сохранилось даже название этих работ. Непонятно, что он вкладывал. Но это связано не со всеми работами. На самом деле у Босха очень много каких-то традиционных мотивов, там, поклонения волхвов, путь Христана Голгофу. Ну, кроме этого, есть такие бытовые картины, их тоже пытаются толковать в каком-то мистическом смысле. Например, есть такая картина «Излечение камня глупости». Там шарлатан взрезает, делает трепанацию черепа человеку и как бы удаляет у него камень глупости, чтобы он стал умнее. Эти картины тоже, на самом деле, необычны для своей эпохи, потому что это, по сути, первые какие-то попытки такой светско-секулярной живописи, они связаны с какими-то религиозными мотивами. Здесь по стопам Босха пойдет Питер Брейгель и другие голландцы и немецкие художники Северного Возрождения. Ну, а, собственно говоря, таких действительно загадочных работ всего несколько. Первая – это самая известная «Сад земных наслаждений», картина, о которой мы до сих пор ничего не знаем, и понять ее как бы достаточно трудно. Действительно, есть алхимическая интерпретация, которая говорит, что, допустим, вот если смотреть на триптих, то у нас есть правая створка – это там стадия альбеда, соответственно, центральная створка – это стадия негреда и стадия рубеда, допустим, стадия алхимического делания, то есть, некий процесс притворения обычных металлов золота. С другой стороны, есть разные астрологические теории, есть разные психологические теории, не очень как бы исторически достоверные, потому что, как мы понимаем, в Средние века – это эпоха, когда люди были скованы какими-то канонами, рамками, запретами, и надо всем давлела религия, так или иначе. Так что, мне кажется, что как раз-таки нужно каждый раз, когда толкуешь босх, нужно возвращаться к религиозному содержанию, так как оно занимало основное положение в сознании художника. Вторая загадочная картина – это «Воз сена». Здесь, может быть, все немножко понятнее. На картине изображен огромный воз сена, который везут, и каждый старается урвать от него клок. И, соответственно, вся эта повозка вместе с сеном отправляется в ад. То есть, здесь, скорее всего, и какая-то аллегория быстротечности жизни, о том, что не стоит гнаться за богатством. Скорее всего, сено здесь символизирует золото, которое каждый старается получить. Но, с другой стороны, здесь, конечно, тоже могут быть разные интерпретации. Основная дискуссия как бы вертится вокруг сада земных наслаждений, потому что здесь действительно и даже у меня нет каких-то таких интерпретаций, несмотря на то, что я эти работы, в том числе с этой работы начал свое исследование, когда я столкнулся, когда я попытался выяснить, что же хотел сообщить нам художник. И с этого я начал заниматься. И потом уже, обнаружив, что нет ничего, я не об биографии Босха, я решил, что, может быть, можно понять как-то через какие-то детали его биографии. Ну, и касательно, если говорить о моих каких-то предпочтениях вот в работах Босха, о том, какие картины, мне кажется, наиболее интересные, наиболее мистическими, это, конечно, сады наслаждений, которые, я, как уже говорил, сподвиг меня на занятия изучением. И вторая картина, это удивительная картина, такая, вознесение праведников в рай, где изображены ангелы, которые возносят души праведников, и в самом верху картины, в правом верхнем углу, мы можем видеть такой тоннель, из которого льется свет, то есть, если у нас в языке это уже вошло как-то в пословице, там, свет в конце тоннеля, то видеть подобное на картине 15 века, более чем 500 летней давности, это, конечно, удивительно. И это заставляет меня думать, что Босх, возможно, либо вдохновлялся какой-то мистической литературой, либо сам переживал какие-то мистические переживания, возможно, что-то вроде клинической смерти или чего-то подобного, потому что его картина действительно отличается таким, выбивается из общего ряда каких-то художников тогдашних, немецких, голландских, французских, и отличается действительно глубиной и новаторством, которое нельзя встретить. где-либо еще. Ну, и тогда такой предфинальный вопрос, но финальный для жизни Босха. Известно ли нам что-то о его кончине и, например, о его потомках? Ну, детей у Босха не было, после его смерти его жена раздала все имущество бедным, завещала дом, дом. Но о кончине мы кое-что знаем. Мы знаем, во-первых, дату, в этот раз, к счастью, если мы не знаем дату рождения, хотя бы дата смерти, это 9 августа 1516 года. Мы знаем, что он был захоронен торжественно в соборе своего города, для которого он делал многое. и, скорее всего, он умер от эпидемии лихорадки, которая тогда бушевала в городе, от нее же умер архитектор того самого собора Ян Хейнс. Лихорадка тогда называлась плеврит. В принципе, каких-то больших подробностей, ни завещания, ничего Босха не оставил. Ну и тогда финальный вопрос. Что такое для тебя философия? Мне кажется, что это очень широкий термин. Для меня философия это и какой-то религиозный опыт, и политическая философия и так далее. Мне кажется, что это довольно обширное понятие, которое может упирать в себя самые разные стороны нашей жизни. Прежде всего, это какие-то размышления о нашем, собственно говоря, саморефлексии какая-то о нашем существовании, о нашей судьбе и так далее, о спасмертном существовании в том числе. собственно говоря, именно философии в узкоакадемическом смысле я не занимался, и мне достаточно трудно приобщаться к каким-то... А как для историка? Как для историка? Дело в том, что очень долго история считалась какой-то... Как это принято было говорить, учительницей жизни и так далее. Но мне кажется, что это понимание истории давно устарело, давно устарело, потому что, как показывает опыт, никакой не учительницы жизни истории не может быть. Дело в том, что, по сути, занимаясь историей, мы тоже занимаемся каким-то таким... какой-то саморефлексией, мы познаем самих себя, откуда мы, что мы есть, есть ли какие-то эпохи, схожие с нашей, можем ли мы как-то понять себя через прошедшие эпохи. Поэтому для истории, как раз-таки, если говорить о будущем, то история не выполняет такой функции, объясняющей. Но если говорить о настоящем, то вполне история может послужить каким-то ключом для разгадки нас самих. А в этом плане философия, вот в связке с историей? Но опять-таки, я не знаю, о какой философии говорить, вот это очень разный термин. Если академическая философия, я не знаю, я не разбираюсь в этом. Спасибо. С вами была программа «Философское мнение». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok